Довольно просто после уроков. Уроки можно и ночью иногда сделать. Ему всего 17, а он уже депутат. Азы законотворческой деятельности Игорь Сергеев познает, как говорится, в свободное от учебы время. Он входит в Совет молодых депутатов Кубани. У себя в Кореновском районе занимается реализацией социальных проектов. От помощи ветеранам до создания спортивных площадок. Но есть и более глобальные инициативы, которые молодой человек со своими коллегами намерен озвучить в законодательном собрании края. В планах уже активно реализуется идея о том, чтобы запретить рекламу безалкогольного пива. Вообще не на территории только Краснодарского края, а вообще в принципе. Потому что интерес молодежи к самому алкоголю начинается с того, что они просто хотят что-то попробовать. Раз уж мы когда-то в государстве подняли инициативу о том, что нужно вести здоровый образ жизни, то уж его нужно вести и пропагандировать правильно. Им всем не больше 35. У каждого из этих парней и девушек идеи о том, как сделать жизнь у себя в районе, станице или поселке лучше. Свои наработки сегодня они представили на собрании Совета молодых депутатов Кубани. Среди наиболее актуальных тем – вопросы образования, трудоустройства и социальной поддержки. Инициативные, перспективные и, что самое важное, неравнодушные. Сегодня здесь собрались больше полутора тысяч молодых депутатов Кубани. Каждый со своими проектами и предложениями. Все то, что сейчас волнует молодежь. Я считаю, что молодежь должна знать свои права. Поэтому наш проект – правовое просвещение молодежи. А мы в Красноармейском районе проводим проект «От сердца к сердцу». Занимаемся детьми с особенностями развития, те, которые находятся на домашнем обучении. Совет молодых депутатов в Краснодарском крае появился одним из первых в России. Организация существует уже 14 лет. Основная задача – дать возможность молодежи реализовать свои идеи в прямом диалоге с властью. Только в 2017 году в проектах законов и постановлений Кубанского парламента учтено 76 предложений младших коллег. Это в том числе и отличная управленческая школа. А в крае сегодня спрос на перспективные кадры. Обратился к залу губернатор Вениамин Кондратьев. Вы и есть будущее нашего края. Вам через 10, 15, 20 лет, а может быть и раньше, предстоит принимать очень сложные управленческие решения. И не просто принимать, а нести за них ответственность. И принципиально важно, что сегодня многие из вас, именно молодые депутаты, молодые политики, начали свой жизненный старт с районов, станиц, хуторов, там, где реально живут люди, и там, где конкретно они каждый день сталкиваются с проблемами людей. Вы научитесь по-другому чувствовать ситуацию. По-другому будете считать ответственность, когда будете занимать те или иные должности, потому что всю жизнь перед вами будут руки и глаза сегодняшних ваших односельчан, которые рядом подвести невозможно. Многие из тех, кто входили в состав Совета молодых депутатов, сейчас занимают высокие руководящие посты. Только главами районов стали 8 человек. Но власть – это не сама цель. Главное – работать на результат, напоминает участникам съезда их старшие наставники. Каждый из этих побед – это результат совместного труда. К нему в немалой степени причастны и муниципальные органы власти, и ваши старшие товарищи из профильных комитетов законодательного собрания края, и ваши избиратели, принимавшие активное участие в тех проектах, за которые вы получаете награды. Именно так во взаимодействии нам необходимо строить нашу работу, в особенности сейчас, когда перед всей страной стоят новые масштабные прорывные задачи, которые обозначены в послании президента федеральному собранию, в майском указе и нашей краевой стратегии 2030. Здесь, в этом зале, собрался цвет молодежи Кубани. К вам относятся с уважением и надеждой те, кто сегодня во власти. Вы, Краснодарский край, получаете свое распоряжение вот таким от старших поколений. И мы все уверены и надеемся на то, что вы сможете сохранить и приумножить славу Краснодарского края. Самые интересные предложения юноши и девушек в дальнейшем вполне могут лечь в основу реальных законопроектов, уверен глава региона. Совет должен быть советом. Суда вы должны вносить на обсуждение определенные проблемы, которые сегодня стоят перед молодежью, перед тем или иным районом, в котором вы живете. То, что сегодня максимально волнует и требует разрешения. Ребята, да, говорят грамотно, настолько грамотно, что мы в интернет даже смотрели значение некоторых слов. Поэтому я надеюсь, что следующий съезд, совет, форум, как угодно его можно назвать, будет живым и по-настоящему молодым. И он вам явно запомнится именно таким форматом. После деловой части съезда, когда были рассмотрены все вопросы повестки, Венемин Кондратьев попросил делегатов задержаться. И напомнил, что сегодня, в день собрания совета, еще одно знаковое событие. День рождения человека, который 14 лет назад и основал эту организацию. У этого человека сегодня юбилей. Я не хочу говорить возраст, это не совсем правильно. Главное, настолько, насколько человек себя чувствует. Вот этот человек много сделал не только для того, чтобы мы сегодня с вами собрались в этом зале, чтобы был съезд, совет молодых депутатов, тех молодых управленцев. В целом, чтобы экономика Кубани сегодня развивалась, чтобы Кубань жила, процветала, чтобы уровень благосостояния жителей рос. Он сделал все и даже больше. Он сегодня является тем человеком, которому можно смело подражать. Сегодня юбилей у Владимира Андреевича Бикетова. Я хочу его с этим поздравить, с этой сцены. Члена Совета Федерации и бывшего председателя законодательного собрания Кубани, который возглавлял парламент почти 22 года, молодые депутаты приветствовали стоя. Для них это лучший пример для подражания. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань 24, Краснодар.